Приветствую вас. Начнем, пожалуй, с того, что вы вкладываете в понятие «исправить». Эту. То есть, что вы вкладываете в этот термин, в это слово «исправить». Потому что, если исправить, значит, подкорректировать, то окей. Это позитивный момент. Если исправить, значит, подавить, поменять, сбежать, убрать. То я, к сожалению, вынужден констатировать то, что эта позиция деструктивная и вам ничего кроме негатива она не принесет и не даст, к сожалению. Значит, ревность возникает как результат нескольких основных проблем, которые приняты психология. Называть своего рода столбами. С столбами ревности. Значит... Первое. Это неуверенность в себе. Второе. Это страх одиночества. То есть, страх остаться одному, к примеру. Четвертое. Это... Это... Собственная нереализованность. Как таковая. Пятое. Это... Отношение к сексу. Как... К чему-то... Грязному. Как чему-то... Негативному. Как чему-то... Крайне запретному. Соответственно, шестое. Это чувство собственничества. Чтобы... Партнер... Как бы был... А... Только... Значит... Ну, только... Мой. Только... Мне принадлежал. Вот. Следующее. Это... Восприятие на свой счет. Того, что человек может сделать. Например, если, допустим... К примеру, она. Да? Она. Если она флиртует. То вами это воспринимается на свой счет. Вот. Представь, что... Ну, вот. Это вам. Оно личное оскорбление. Ну, вот. И... Вы... Не... Не можете... Воспринимать это как... Факт. Как данный. Да? То есть... Себя вы не ограничиваете. От... Допустим... Своего партнера. Вот. Вот примерно такие причины есть. А... И... С этими причинами... Причинами... А... Нужно работать. С ними... Нужно взаимодействовать. Их нужно корректировать. В зависимости от... Того... А... Что... Ну... Что у вас. Что с вами. На самом деле. Вот. И... В общем-то... Я полагаю... Ммм... Такая история. Тут... Я полагаю... Что... Что... Вам необходимо... Работать. В этом направлении. Вот. Вот. В принципе... Такая вот история. Так мне видится... Ваша ситуация. Если вы... Законите... Ммм... Поработать. Выбирайте себе... Психолога и... Начинайте с ним... Или... Индивидуальную работу. Если у вас остались дополнительные вопросы... Ээээ... Пишите в личку. Буду работать. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.